Продолжаем проходить Outer Tail. Мы наконец-то попали, можно сказать, на почти финишную прямую, но в принципе финишная прямая это дом, но финишная прямая сбоёвочка, это всё-таки здесь, в нашем ядрище. И тут играет такая весёленькая-развесёленькая музычка. Никому больше звонить не нужно, всё, все эти торели, папируса, андайна, они закончились, да, возрадуйтесь. Все эти 15 серий, которые я потратил на разговор и снимок, они наконец-то кончились. И теперь мы тащим дальше свой напиток, и шо у нас ещё осталось? Хм. Вот эти вот три вещи, которые неизвестно когда используют, конечно. Легендарный артефакт, который, конечно, пока что не зачем было с собой тащить. Но ничего страшного, пускай с собой потаскается, всё равно у нас есть броня отелей, поэтому мы переживём всё, что угодно. Любые неавторизованные присутствия в этой зоне абсолютно жёстко-строго запрещены, иначе покараем вас нашими елдинями электронными, конечно же. Берегись! Эээ, чё, в смысле, в кусках-огрызках а то нарисовали им спрайты оверворлдовые, как говорится. Ой-ой, кто говорит ой-ой? Космо, теперь у нас уже не волшебник, а учёный получается. Космо — это то, что ты можешь назвать традиционным пользователем магии. Его орбы — это его сила. Тинкл-тинкл-хой. Какой ещё хой? Ты тоже у нас из этих панков, что ли? Или темощей, возможно. Эээ, охренел тырить атаку Азриэля, собственно. Чё за спойлеры, что называется? Это он там сын черепушка вот так вот нас всасывал. Постой-ка, я думаю, я знаю, что тут нужно делать. Я тоже знаю. Флиртовать, конечно же. Вы вызываете весь свой опыт и устраиваете флиртованные инкантаншионы. А, видимо, заклинание какое-то флиртационное. А? Ах, товарищ волшебник. Да, волшебник, владеющий магией похоти. О, вот эта атака тоже кажется какой-то знакомая, но я не могу вспомнить, где я её видел. Подождите, это же тоже атака Азриэля, просто круговая, а не сверху вниз. О боже, я сделала это ещё раз. О, получается, альфуха хочет, чтобы мы постоянно с кем-то флиртовали. Ну, давайте, вот, вы повторяете романтический сценарий какой-то. Становится лучше и лучше. Ах, это он шикарный. Понятно, понятно, альфуха там, походу, сейчас достает салфеточки и собирается жёстко поразвлекаться, слушая наши замечательные похотливые рассказы. Понимаю, понимаю, хотя лучше бы она посмотрела с арты с собой на ешечке. Вау, ну, полагаю, это всё. А, всё? Хе-хе, сойдёт. А, тут есть ещё кнопка Ассист теперь с чарой. Но, с другой стороны, зачем, если она необязательная? Фух, мы подадеемся, что это не произойдёт снова. Ну, полагаю, что тебе моя помощь не была нужна всё-таки. Не, не, ну, с нулевого пути я всё ещё не зашёл, поэтому всё нормально, так полагаю. Прости, чара-капчара, но просто захотел немножечко пофлиртовать. Так что, ладно. Мы идём по пути флирта, всё остальное мы используем только, если оно необходимо. Чтобы не сойти с пути нуля. Постой-ка. А чё тут один какой-то унылый коридор? Только не снова. Так, рыцарь-сныцарь тоже вся в прыщахах, это белых. Терестрия, это носительница палочки, и она очень-очень как это самое страстно думает о своём мире. Закрыть свои глазки. Прикольно, что теперь Альфуха заменяет там все эти описания. Интересно, кто их там раньше тогда рассказывал. Ну, действительно думает о своём домике. Вон у неё там цветочки, ёлочки, вспоминает всё это и пытается нас с этим переживать. Постой-ка, дай какое-что попробую. Обойдёшься. Вы вызываете свой опыт и шепчете простой, но уверенный комплимент. Эм, какая радость. Или типа того. Понятненько, она тут течёт капельками, получается, и от её капелек вырастают цветочки. Интересно, она, конечно, женщина, наша рыцарка. Она же вроде женщина, насколько я помню, да? Ну, конечно же, это надёжный способ ставить это, сработать. Давайте ещё раз. Вы вызываете свой опыт и прялись прямо в её глазки. О, ладно. Какую красоту я вижу. Ну, ну, это что-то. Пиуф. Следующая комната ждёт. Повторяет фразу торки. Чарочка, ты там не обижаешься, надеюсь, а, что я тебя не использую? Пускай тебя используют обычный пацифист, а я не обычный. Итак, это ядро. Или точнее, ядро ядра. Здесь есть два пути, которые ты можешь взять, чтобы разблокировать дверь. Эм, пути, так сказать, с пазлом находятся слева и пути с боёвками справа. И те, и те сложные, но я бы посоветовала взять те пути с загадками. Ну, конечно, это зависит от тебя. Но хотя бы таким образом ты не будешь рисковать и устроить конфликт. С одной стороны, да, с другой стороны, мне нужно флиртовать и всех щадить так-то. Если я буду сейчас с теми же самыми монстрами разбираться, возможно, я смогу попользовать всё-таки помощь чары. А пазлы, они, блин, меня все только раздражают, поэтому ну их нахрен. Значит, ты решил выбрать путь бойца? Мы определенно чувствуем себя сегодня приключенческими, да? Тут мало что есть, я просто нужно пройти через охранников. Эм, удачи. Пожалуйста, не умри из этих чуваков. Разве что я могу умереть от того, что они меня выдуят насмерть? О, первая пара охранников. Вот не зря пошёл, тут у нас встречаются новые монстрики. Финальный Фрогит и этот самый Плаксилот. Ну-ка. Финальный Фрогит, он типа как Фрогит, но более модный. Он говорит на странном языке. Ур, он котик у нас. Я сделаю то, что я должен. Ой, 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 что это такое? Вы что, считаете, что вы должны меня жестоко оттеребонькость своими язычками? Продолжайте. Это звучит весьма так флиртованно. Ну, меня малость подлечило. Флиртуем. Вы флиртуете с финальным Фрогитом. Финальный Фрогит показывает, так сказать, скромное признание ваших отметок, ваших обозначений. Эхе-хе. Глубоко краснеет. Альфуфа там тоже возбудилась уже, хихикает вся вовсю. Нет, это, кстати, неплохая тема, что он нас не бросается, он может сражаться с ними, а постоянно с нами консультируется. Определённо Альфис в этой игре стала персонажем получше, надо отметить. Она тут явно теперь не худшая. Мне даже сложно сказать, кто здесь худший. Потому что тут никто не выдаётся в плохом случае. Из-за того, что Альфуфа теперь не худшая. Так, ну-ка проверить Флаттер Кнайта. Мне кажется ли он какой-то нервный? Будущее зависит от этого. Ааа, вот он что, он какой-то нервный, получается он вовсе не крутой рыцарь, кем он казался в Андертейле в этот момент в ядре. А на самом деле всё ещё тупой чмонек, который просто надел на себя броню и делает, что он такой пафосный рыцарь, да? Понятно всё с тобой. Вы флиртуете с Флаттер Кнайтом. Флаттер Кнайт удивлён, но принимает это, тем не менее. Миленько. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе. Хе-хе-хе. Наконец-то ему впервые сказали что-то приятное за всю жалкую, позорную жизнь, да? Которую он попытался замаскировать за этой личиной крутого рыцаря. Но мы-то знаем правду. Эй, не, какой он жалкий, однако. Так, ну это не всё, конечно, это не всё. Флиртуете ещё раз? Флаттер Кнайт удивлён, но принимает, тем не менее. А, вот оно что, получается, здесь уже недостаточно просто зафлиртовать с ними, да? Хорошо, мы чтём, будем драться более честно, получается. Ну, в битве, конечно, получаю звездию Ли, но к чём мне париться вообще? Я расслаблен максимально. Нет, нет. Хорошо, хорошо. Так, на месте, фай, вы делаете что-то таинственное, но финальный форгит. А, вот так-то, вот так-то, видите? Хитрые разработчики, теперь уже старые трюки не работают, да? Теперь он уже не знает, что в этом мире можно ещё чему-то поучиться. Нужно что-то другое придумать. Ай-яй-яй, и что ж такое-то? Не дайте применить мне мои стандартные техтактики, что называется. Ну, хорошо, тогда перевести, возможно. Вы переводите в сообщение финального форгита продолжать двигаться дальше. Тут, в принципе, ничего больше нету, кроме как угрожать. Нельзя же ему угрожать, это же путь нехорошего чела, возможно. А мы очень даже хороший чел. Так что, не знаю, зачем выбрал этот путь, спрашивается. Путь получения звездю Ли. Думаю, ты можешь пощить теперь форгита. Хорошо, да. Пок или перч? Ну, давайте перчик ему потерём. Вы предлагаете руку, чтобы ему поперчить там немножечко. Он думает о том, чтобы принять ваше предложение. Ты уже на полпути. На полпути, типа, я половину ручки в него засунул, да? Очень мощный будет фистинг. По самое плечо, походу, затолкаем в него свою ручку, получается. Ну, давайте, давайте. Поперчим его хорошенько. Изнутри, видимо. И-и-и. Давай ещё раз поперчим тебя. Продолжайте его перчить. Он, кажется, двигается вперёд на вашу руку и присаживается на неё. Ну, да-да, тебя может отдохнуть. Вот так вот. Я не знал, насколько я был уставший. Ничего, посидишь на нас, устанешь ещё сильнее, что называется. Хе-хе-хе-хе. Да. Или у нас на руке, или у нас на лице, или где-нибудь там ещё. В принципе, всё сойдёт. Похоже, что теперь он примет вашу пощаду. Ура! Неплохо. Ты прошёл первую группу, теперь вторая. А можно вернуться? А то чё-то я думаю, я сейчас буду драться с одними и теми же монстрами. Стоп, секундочку. Чё-то было за надпись, я её не прочитал, кажется. Длиннейшая, так сказать, последовательность без инцидентов. А, ну понятно, короче, не было инцидентов, 38690 дней. Но, к счастью, теперь я пришёл и могу исправить это недоразумение. Работник года, Чарльз. Спасибо тебе за твои продолжающиеся старания и стремления, и приверженность, короче. Только не эти ребята. Вау! Вот это, кстати, неплохо. Улучшенные версии. Вот этих врагов не появлялись. А, хотя нет, стоп, это же появлялся точно. Вот этого с Айленсио точно не было. Теперь он уже не такой компанийский, да, как этот, как он назывался, уже забыл в руинах. Ладно. Айволкер Прайм, он, наверное, лидер Айволкера клана. Покажи мне свой вид, так сказать. Мм? А, вот ну что. Нужно успеть не встать там, где светит солнышко. Вернее, маячок или что-то ещё такое. Короче, его бешеный глазик. И Саленсио. Чё он делает? Саленсио, а? Да, этот, собственно, gets around a lot. Gets around a lot. Хм. Блин, я уже забыл, что эта фраза значит. Get around, get around, get around. Короче, он забитый чмошник. В принципе, так это по нему очевидно, не правда ли? Так что, ладно, главное, что я не такой. Эта така даже настолько халявная, что я легко от неё уклоняюсь. Флиртуем. Вы подмигиваете ему так мощненько. Ой, да ладно. Ха, хорошая попытка, но меня уже взяли. А, вот оно что, ты у нас уже занятой получается. Ну и чё, какая разница? Вон, Дагами и Дагаресу это не остановилось, и всё равно отфлиртовался так, так что, так только шерсть полетела, что называется. Хм. А если пялиться в него, вы пялитесь в него. Ты почти что получил это. Получил это. В конъюнктиве только получу с вами всем, блин. Особенно, пока ты пялиться в мониторчик, раздражая свои бедные хлазанки. Но ничего. Здесь сделай другую штуку. Какую другую штуку? Вы пялитесь на него ещё сильнее. Должен сделать что-то или... Что-то или, а, понятно, теперь с ними не работает тактик, которая работала с предыдущим челом. Вообще, в Эндертейле нужно было дразнить, не дразнить, а тут именно пялиться, да? Ой, что-то так стало какое-то сложное, прям, мне кажется. Он любит, как ты улыбаешься и пялишься на него. Улыбаться. Вы улыбаетесь ему. Рад, что мы увиделись с глазу на глаз, что называется. Сколько у тебя там глаз интересно во всех твоих отверстиях? Если у тебя повсюду в каждом отверстии глаза и в глазницах в арту, тогда куда же тебя можно присунуть, спрашивается. Кажется, он теперь успокоившийся, а пофлиртовать? Вы ему подмигиваете. Ой, да ладно. Хм. Ну, ты, в принципе, убеждаешь, да. Убедительный приём делаешь. Хорошо, с этим сработало сразу же, это радует. Ну, короче, вся сервис придёт только на то, чтобы с ними тут всем помахаться. Но если тут и дальше будут уникальные враги, это хорошо, конечно. Всё, с этим разобрались. Да, пощадим его, наверное, раз такое дело. Уф. Так, скушай меня, чтобы мы не теряли время. Он не хотел делать это с самого начала. А пофлиртовать? Вы флиртуете с Аленсио. Ну, ладненько, ты миленький. На, сейчас я с тебя насажусь. Нет, нет, отлично. Ты справился? Теперь удар приключать к следующей комнате. А, всё, я думаю, будет ещё и третья группа. Но, походу, нет. Зато уже 40 отфлиртована. Неплохо, неплохо. Не зря я сюда пошёл, конечно, не зря. Пуф. Ладно, ты теперь сможешь продолжить идти вперёд. Ну да, они исправили тот момент, что в Undertale мы тут дерёмся зачем-то с теми же самыми врагами, с которыми мы сражались, но в больших группах... Тут уже все уникальные, и это здорово, по сути. А можно, кстати, пойти всё равно налево, посмотреть, что там находится. Мало ли, может быть, пазл будет интересненьким. Почему ты возвращаешься сюда? Чё это скукожилась там вся по телефону, а? Вау. Какие интересные вот тут пазлы, конечно. Ты мог бы уже добраться до столицы сейчас. Отвали! Я хочу порешать загадки ваши очень интересные. Ничего себе! Мне нужно как-то, получается, высунуть-всунуть все эти стержни, чтобы они все одновременно высунулись-всунулись. Ну да, это что-то уже совершенно... хардовое. Но видите, у неё есть реплики по этому поводу. Поэтому, раз у неё есть реплики, соответственно, нужно как-то это самое... заставить решиться эту головочку, чтобы их прочитать. А вот, она как-то решилась спустя пару секунд буквально. Ну хорошо. Похоже, это было проще, чем сражаться всё-таки. Вот, я включил ещё один выключатель. Ты включил оба выключателя. Теперь счастливый? Ты чё такая недовольная вообще, блин, хренела? Да, вот что-то, видите, у неё характер, однако, уже прорезвался. В Undertale она бы так не была такой наглой. Она бы там только потихонечку брыла. А то-то-то-то-то уверена, что ты хочешь попопопопопопопать, типа-то-то-то-то туда-туда-туда, и так далее. А тут она вон какая-то крутая вся из себя, ничего себе. Это... Lucky, эта табличка, короче, посвящена профессору Т.Н. Роману. Пусть твоё наследие живёт дальше. А, Т.Н. Роман, Times New Roman, что ли, это ссылка на шрифт? Ну да, это было слишком очевидно. Постой-ка, тут что-то впереди. Давай-ка посмотрю, смогу ли я почистить путь в этот раз. И снова... Он, собственно, не по системе интеркома сейчас. Он даже не часть охраны. Это нехорошо. И кто же там? Кто же там? Кто же там? Может быть Старли? А то мы его давно не видели. Это чё за Наполеон такой мелкий? Ты думаешь, что можешь просто пересечь мост и дойти до другой стороны, не так ли? Охухухуху, я боюсь, дорогой товарищ. Тебе придётся подумать снова. Пожалуйста, не умри. И заиграла опять мощная муткая ядра. Мушкетёр это... Ну да, мухомор изначально жрёт, у тебя мушкетёр. Мушкетёр, я понятия не имею, кто это. Присоединяйся ко мне на фронте. Давай, херели, здесь тоже пропаганда всех этих ваших войнушек. Да ё-моё, покой не дадут, что называется, ни в выграх, ни в реальности. Кошмар какой-то. Ну ладно, нечего было играть в игры, где есть смертоубийство какое-то. Чё можешь с тобой сделать? Флирт? Вы приглашаете мушкетёр на приватную перестрелочку. Хорошенько отстрелять друг другу в рот. Не-е-е. Эй, мы это здесь не делаем. Ну только здесь и не будем делать, мы сделаем это в приватной остановочке, где не будет какая-то тут курица рептильная за нами следить, блин. Он пялиться и советует нам ещё делать тут, что называется. Но это не сработало. Подойти. Вы подходите ближе к мушкетёру. Его атаки становятся более интенсивными, осторожно. Ты чё тут разыгрываешь? Нифига себе, конечно, у него ещё и танки имеются. А у тебя есть ядерное оружие? Хотя, стоп, по сути, оно уже там было. Там был ядерный грибок при взрыве, кажется. Прикольно. Мушк становится быстрее. Ещё ближе. Подходите прямо рядом с ним, встаёте. Его атаки становятся безумными. О, боже, будь осторожен. Ты тут во что со мной играешь? Я просто хочу натереть немножечко твой ствол. Ты же понимаешь, что оружие нужно чистить иногда, молодой человек. Вот я сейчас тебя и научу, как шлифовать пушечку на моём примере. Отшлифуешь сначала мой ствол, потом свой. И, и, нет. Флиртовать. Вы приглашаете его на приватную перестрелочку. Не-е-е. Эй, мы тут это не делаем. Ну ладно. Я просто надеялся, что если я подойду к нему, то это сработает. Неплохо. А это что у нас, ядерная зима такая получается? Падающие вот эти вот все снежинки как будто. Прикольно. Или просто звездопад. Но это не сработало. Вы его разоружаете. Чему, оторвали у него его ствол? Ауч. Ну, полагаю, это значит никакой войны. Эх. Может быть, это к лучшему. Мушкетёр ждёт подтверждения конца этой битвы. Вы приглашаете мушкетёра на приватную перестрелочку. Не-е-е. Ну, если ты, что называется, у тебя, короче, встаёт на это. Ага, это сработало. Ура! Всё, ты доволен. Это всё? Мы тут в порядке? А куда я его ствол дел-то, интересно? Засунул в себя и пошёл дальше? В принципе, чё ещё с ним делать? Конечно же, я его засунул в себя и пошёл дальше. Так что поехали. Предвкушение великого финала Метатона наполняет вас решетемностью. Замечательно, у нас ещё осталось полсерии, как раз, чтобы с этим разобраться. Единственное, что, блин, я не взял это самое. Я не взял свой ключик на случай, если он может пригодиться. Может быть, сходите за ним и вернуться? Ладно, сходил, купил ещё одну аптечку на всякий случай. Правда, я не взял с собой запасную броню, вдруг, может быть, её переодеть в битве. Ну, в принципе, хрен бы с ним, думаю, так сойдёт. Возможно, это будет совершенно другая механика. Правда, ядро, конечно, было весьма такое скудноватое, а тут длилось примерно в 50 раз короче, чем в Андертейле. Там был такой лабиринтик прикольный. А тут, увы... Ну ладно, что ж, зато нас не запутали. Сразу перешли к концу. Давайте. Наконец-то! Наконец-то мы встретились на этой вот судьбоносной сцене. Но всё-таки, где бы я был без тебя? К лучшему или к худшему, ты дал нам обоим возможность засиять максимально. Но сейчас пришёл момент, за который ты собрался умереть. Но, впрочем, я должен признать, всё не совсем сработало так, как я ожидал. Вся эта чушь со старой семьёй, которая вернулась из ниоткуда, это не то, на счёт чего я чувствую себя счастливым. Но всё-таки у меня тут имеется великий финал, который нужно показать, поэтому, возможно, я переживу это как-нибудь. Постарайся слишком сильно не заскучать, ага. Вернее, не заставь нас скучать, потому что аудитория очень желает немножечко искреннего действия. Продюсеры! Давайте, катите камеры! Так, может, операторы? Ладно. Леди и джентльмены, вы готовы для великого финала? Настоящая драма, настоящая романтика, настоящая кровопотеря. В нашем новом шоу «Атака робота-убийцы!» Что это у тебя такой красный цвет? Тебе стоит знать уже, что так здесь не получится летать. Сделайте меня кремовеньким, пожалуйста. Ну, к ловер тоже сойдёт. Вау, гораздо лучше, теперь ты можешь нажимать на Z, чтобы стрелять. Ты также можешь держать C, чтобы стрелять, но где тут веселье в этом? Другое дело. Уже отфлиртован. Метатон, серьёзно, его металлическое тело неуязвимо. Так, тут любуешься на мою прекрасную работу, которую сделала Альфис, я не буду судить тебя за это. Повернуть. Вы говорите Метатону, что тут есть зеркало позади него. Зеркало, говоришь? Ох, да, мне нужно выглядеть идеально до нашего великого финала. Хм, а где же оно? Я не вижу его. Ты что, сейчас взял и включил мой переключатель? Даже без совета Альфухи? Удивительно. Ну, сейчас будет самый эпичный переработанный слащавый красавчик. Да, с новыми изгибами. А вот же, если ты включил мой переключатель, это значит только одно. Ты отчаянно желаешь примера моего нового тела. Какой нетерпеливый. К счастью для тебя, я уже хотел его показать очень давно. Так что благодарность я дам тебе шикарную награду. Те сделают твои последние моменты жизни абсолютно прекрасными. Метатон возвращается. Метатон Экс. Его слабое звено – это его сердце. Цвет камера экшен. Выбросаете свой гаечный ключ. Метатон ловит его самертом и бросает его обратно. Аудитория сходит с ума. Призраки, манекены, улиточки. Вы флиртуете с аудиторией. Аудитория просто в шоке. Это эмоциональные покатушечки. Жаль, что все должно было пойти так. Но может быть ты можешь помочь мне сделать здесь выбор? Так сказать, ответь на важный вопрос. Вы бы простили призрака? Обняться. Вау, я бы так далеко не заходил. Хвастаться. Вы говорите, что вообще не получите урон. Не так все просто, да? Возможно, сердце к сердцу придет нас к ответу. Не то, чтобы я никогда не любил старую жизнь. Но я был не совсем гламурным тоже. Неважно, кого это волнует. Действительно, чего заморачиваться, правда? Чем учить здесь партерны, если можно просто включить все повышения рейтинга за счет получения звездюлей? Самый простой вариант. Никто, вот кто он. Такие у меня забрали путь пацифистов. Вы слышали сейчас этот звук? То есть атаковать нельзя вообще, даже ради небольшого повышения рейтинга. Ясненько. Давай просто возьмем момент, чтобы подумать. Счастливая передышечка. Я не знаю, почему им нужно было быть такими, так сказать, конфликтами. Я должен поверить, что это было из любви. Все. Все. Вот и все. Неплохо. Но, собственно, тактика вся та же самая, по сути, что и в Undertale. Увы, просто немножечко другие атаки. Эх. Ну что ж. Посмотри-ка на это. Это самое большое количество зрителей, что у меня когда-либо было. Мы уже сейчас дошли до момента, где нужно принимать звонки. Посмотрим, что хочет сказать аудитория. Пока мы не закончим нашу сагу навсегда. Звонок-звонок. Ох, привет, Метатон. Я знаю, что это было странно с той нашей встречи, но... Видеть тебя в истинном облике, делающего того, что ты хочешь... У меня аж счастливая слеза выступила. Я не могу сказать, но... Я полагаю, это последний эпизод. Я буду скучать по тебе, кузен. Нет, постой, постой, Блокин. Он уже повесился. Я приниму ещё одного звонящего. Метатон, твоё шоу сделало нас такими счастливыми. Метатон, я не знаю, что бы я делал без тебя. Тут метатонская дыра в моём метатонском сердце. Ах, понятно. Ребята, спасибо вам всем. И, Блуки, я никогда не думал, что я бы простил тебя и остальных, но... Эта ферма была твоим проектом страсти, верно? После того, как я столько своих проектов поимел, я думаю, я это понимаю. Ты просто хотел, чтобы мы были успешными вместе. Ты, Лук, Салот, вы все... Вы все просто хотели, чтобы мы были счастливы. Хех. Но, насчёт моего шоу, я думаю, что, возможно, сейчас стоит взять передышку. Полагаю, что это к лучшему, впрочем. Я уже так давно был далёк от семьи, что мне пора уже наконец-то сказать им, что происходит. Вкратце. Ну, я буду в порядке. Лети в безопасности, дорогуша. И все. Спасибо вам. Вы были отличными зрителями. И всё. О, божечки, вы, ребята, в порядке? Разлетелся на кусочки? Что ж, ножки и ручки придётся теперь заново делать. Хм, ты выглядишь нормально. Извини за то, что я перестал звонить в прошлый раз, да. Телефонный сигнал сюда не мог почему-то добраться. Ну, эээ, не волнуйся насчёт метатона, я смогу его починить, его батареечки. Он всего лишь связан с контрольным хипом, в конце концов. Мне стоит теперь идти. Но, я типа, мне нужно, чтобы ты пошёл со мной. Будущее монстров может зависеть от этого. Просто, когда ты будешь готов, пройди со мной в следующую комнату. Я извиняюсь, тут другого способа нет. Ну, хорошо. Не волнуйся, дорогуша. Наверное, это просто новый сезон научного аниме, который мне нравится. А насчёт меня? Ну, когда Альфис меня снова поставит в старое тело, мне стоит заклинуть к своей семье в гости. О, и кстати, чара... А? Я желаю тебе удачи с твоим семейным бизнесом тоже. Моим... О, да. Спасибо, метатон. Хех. Увидимся позже, дорогуша. Выслышите вздох. Вся эта семейная тема с метатоном прямо... Так сказать, немножечко слишком близко к дому. Блуки не единственный, кто совершил такие ошибки с другими. Ну, полагаю, пока что я просто сделаю своё лучшее, чтобы двигаться дальше. Пошли, партнёр. Давай пойдём домой. Хех. Да, спасибо, Чарльз, что ты совершенно никак не помог мне в этой битве. Я справился без тебя. При этом ещё и атаковать нельзя, оказывается. Иначе сразу же путь нарушается. Ничего себе. Вот это да. Он, короче, у него весь сок из него выжат. Я из него всё выпил, так сказать. Ну да, сделал те же самые тактики. Сменил броню, собственно, в этом самом, в бою. Поэтому, может, сейчас выбросит филт-эмиттер снова. Сожрал гламурную жрачку. Короче, всё то же самое, всё нормально сработало. Только не говори мне, что ты эту штуку с собой собираешься через этот адель тащить. Сюда давай. Да, я всё ещё тащу с собой огромный стаканчик. Итак, метатон, да? Хех. Это было что-то, не так ли? Ну, в смысле, я надеялась, что батарейки хотя бы продлятся подольше, но... Ну, это лишь маленькое такое недоглядение, что называется. Легко пофиксить. Ну, а ты здесь не поэтому. Вместо коридора, который был раньше, снова бесконечный космос. Слушай, я просто перейду к делу. Тут есть причина, почему я следил за тобой вот так. Сказать проще. У Асгора есть голубой секрет. То есть, он голубой? Ну, в принципе, это не секрет, просто, да? Он любит с детишками свои лечки натирать. Хе-хе-хе. Эй, я хотел почитать табличку. Я не могу сказать много об этом, но... Как королевский ученый, мой долг провести тебя прямо к королю безопасности. Если кто-нибудь узнает, они подумают, что мы против нашей собственной свободы. А мы просто пытаемся сделать то, что правильно. Убить и расчленить меня? По крайней мере, всю игру сам мы пытались сделать именно это. Ты иди вперед, я постараюсь слишком сильно не отставать. Все будет в порядке, ладно? Куда тут скакала? А ну вернись, блин. Я еще с тобой не кончил. Я все еще тащу с собой стаканчик жидкости, который мне нужно в кого-нибудь влить, как этот гробанный гном из Half-Life 2. Эпизод 2. Слева сцена 4, справа лифт. А, то есть я очень интересно табличку пропустил, правда, раскрывающую весь лор игры, что называется. Хорошо, хорошо. Еще 6 минуток поснимаем. Ну, видимо, очевидно, нужно дойти до дома Асгора сначала. Цитадельчка, поехали. А, там еще будет коридор Санса, нужно будет еще и стимдер опять перезагружаться, читать его реплики, он там будет сосать мороженое, или что-нибудь у нас сосать, может захочет тоже со вкусом рыбки. Хе-хе-хе-хе-хе. Посмотрим. Что-то покатушка, в отличие от Эдертейла, более трясучная какая-то. Странно, вроде бы тут современные технологии из будущего, знаете. Отрязка в лифте почему-то увеличилась, а не уменьшилась. Ай-яй-яй, все у вас тут отстает, я смотрю. Кстати, можно взять с собой этот самый, где он у меня находится. Секундочку, во второй коробке, да? Вот, компьютерный чип, мне же нужно его все еще куда-то всунуть. Я пока что не видел никаких компьютеров. Кроме того, что был в ядре, но вроде бы там нельзя было к нему подойти, чтобы всунуть у него что-то. Поэтому допустим, что туда снеговика не всунешь. Хм. Ну что ж, тащим, тащим, тащим с собой дальше и снеговика, и вот эту хрень тоже. И вот, собственно, как бы это ни было прискорбно... Так, ладно, секундочку, сюда пройти не смогу, да? Деактивированность, правильно? Это просто шорткат. Вот это вот все? Вот этот вот весь прекрасный вид этого города... Странно, конечно, нарисованного... Я уже видел. А видел я его потому, что я сюда, блин, пришел в прошлый раз. Путем того самого шортката. Но, кстати, азгора тут не было в тот раз. Прекрасный вид, правда? Я извиняюсь, если я тебя напугал, молодой человек. Ты пугаешь меня только своим очень медленным говором. Альфьюз проинформировал меня о твоем прибытии. Почему у тебя твоя мантия вся в конче? Вон, все в каплях. Ах ты ж, блин, драчун тут еще. Иди со мной. Я хотел бы рассказать тебе историю... Историю того, как ты измазал свой плащ белыми липкими жидкостями, да? Давным-давно человеческое дитя тут разбилось. Хренам на вон, прости. Оно поврежденное было, и оно позвало помощь. Я извиняюсь, блин. Надо было самому справляться. Чарочка не хочет сразу же спалиться, чтобы азгорчик обрадовался. Азриэль, наш первый сыночек... Первый? Типа, у вас было еще сыночки какие-то? Так, он, короче, его нашел и принес его домой в наши квартиры. Наши постельки. Я сделал все, что мог. А что ты там сделал? Тебя же тащили, собственно, просто. Просто валялся. И отдавался, как говорится. Со временем, двое детей стали как братья. Аванпост расширялся, и также расширялись их дыры. А, то есть, вернее, наши монстры расширялись, да. Наш аванпост наполнялся надеждой. Липкой белой надеждой. Я пытался следовать за моим сердцем. Ну да, теперь историю рассказывают не какие-то ноунеймовые монстры, а сам товарищ Азгорчик таскает меня туда-сюда с собой. Нажимает на топочки. Затем однажды болезнь захватила человека вот так вот внезапно. Я пытался сделать то, что правильно. Заболеть и умереть? Интересно. Чтобы они могли получить страховку или еще что? Смертельно больной человек имел только один вопрос. Запрос, точнее. Увидеть остатки нашего однажды великого и прекрасного мира. Но мы ничего не могли сделать с этим. Я всего лишь хотел, чтобы он увидел вселенную. Посмотрел в окошко, что ли? А не только на детишек заглядывался. И на следующий день человек умер. Я всего лишь хотел, чтобы он был счастлив. Поэтому ты умер, чтобы он был счастлив. Здорово, прекрасная логика. Азриэль, весь побитый горечью, поглотил его душу. Превратившись в сущность с невообразимой силой. Я никогда не хотел. Азгор почему-то не догадался это сделать с одной душой в Андертеле. С его новой силой Азриэль пересек силовое поле. Человеческое тело... Короче... А да, он с собой утащил в маленьком шаттле, короче. Надеюсь найти эти легендарные артефакты. Чтобы? Чтобы их собака стырила опять, да? Такое смешание у короны синяя. Вскоре он столкнулся с тем, чего он искал. Приземлившись посреди разбитых, расхреначенных кусочков. Человеческое тело было положено там, чтобы отдыхать. Кого он там расхреначил на кусочке? Внезапно! Шаттл, короче, это самое, сигнал подал тревоги. Его увидели какие-то из собирателей мусора. Он держал тело человеческое. Они подумали, что он убил дитя. И решили пособирать мусор уже с него. Налутать, что называется. Человеки атаковали его со всем, что они имели. Его там расстреливали, расстреливали отцос за отцосом. В такой форме он имел силу уничтожить их всех. Блин, теперь не смогу осмотреть его дом, получается. Но Азриэль не сажался взад. Выслушайте, как кто-то плачет. Красивый глобус. Цепляясь за человеческое тело, Азриэль взял один последний взгляд вперед. Затем он улыбнулся и ушел. Я не смог, он не позволил мне. Поврежденный Азриэль полетел на поврежденном шаттле обратно домой. Он выжил из машины и коллапсус, не коллапсус с ним случился, короче, полный. Его пыль распределилась по могиле. Ну хорошо, заодно покрасил ее, получается. Аванпост, мой аванпост, взял его отчаяния в палку и злой однако стал. Мы потеряли двоих детей за одну ночь. Все, снова у нас было забрано. В ярости я объявил войну человечеству. Неважно, какова будет цена, я собирался нас освободить. И все монстры верили в меня. Так как хочется каждый раз сказать, люди, было бы иронично. Когда я пришел к своим чувствам, это было слишком поздно уже возвращаться. Все монстры, так сказать, настроились на войну, и ничто не могло это предотвратить. Ну, по крайней мере, ничто не было публично, так сказать. Все, что ты делал с детишками, осталось тайной, да. Пока что Альфис, наверное, рассказал о тебе насчет определенного секрета того, что я голубой. Соглашение между мной и бывшим королевским ученым, что что вы оба голубые были, да? Ах, а вот она. Мне было интересно, когда же она прибудет? Фига, материализовалась. Э, извините, я пришла как можно быстрее, как я только могла. Не нужно торопиться. Хорошие вещи, так сказать, приходят тем, кто ждет. Ты думаешь, что он готов? Ну, наверное, нужно подождать, чтобы я еще подрос немножечко для твоих игрищ. Молодой человек, это мог бы это самое меня на секунду извинить? Альфис и я должны тут поделать кое-какие вещички, пообсуждать. Да, я по-про-проста иди дальше мы тебя будем дать. Да. Теперь ты знаешь. И из-за дневника Азриэля ты знаешь, что я заболел, собственно, специально. И я обманул его, манипулировал его, короче, заставил его поучаствовать в этом дебильном плане, чтобы спасти всех. Только что превратить это в квест мести. И даже это было бессмысленно в конце. Он остановил меня от того, чтобы я отбивался, и я злился на него за это так долго. Может быть, часть меня все еще злится. Я не знаю. Я все время думаю о том, как все могло бы быть, если бы только он бы послушал. Но в то же самое время, наверное, это было к лучшему, что он не послушал. Слушай, я просто хочу, чтобы ты знал это, имея тебя по моей стороне. Я почувствовал, как будто у меня есть цель в этом мире. Так что за это я благодарен. Я правда чувствую так себя, будто как будто все станет лучше. Или, может быть, конец ближе, чем я думал. Так или иначе, силовое поле уже не слишком далеко. Я уверен, что ты достаточно уже послушал мой трендеж, поэтому нам стоит, наверное, идти. И, кто знает, может быть, все будет иметь смысл, когда силовое поле станет дауном. Увидим. Ну, то есть, да, можно пойти сюда, в последний коридорчик, где мы будем спариваться с Сансом. А можно все-таки вернуться в Дома с Гора, чтобы его осмотреть. А то как-то мы по нему проскакали, проскакали. Я его, конечно, осматривал, когда я тут сделал шорткат тот самый, блин. И из-за этого я все себе проспойлирую, что будет дальше, по сути. До определенного момента, конечно. Я схожу, где я остановился, собственно, в чате. У меня уже знают, где я остановился. Я не дошел до конца в тот раз по тому шортканту, конечно. Но все-таки словил некоторые спойлеры. Ну да ладно, ничего страшного. Сейчас дойдем, собственно, до Дома с Гора, сохранимся у него, если там есть сохранение, а то что-то забыл. Но там есть или нет, собственно, где-то вот здесь вот. Тут у нас имеется сразу двое путей. Вон там есть путь, и вот тут есть путь. Вот тут, получается, путь в дом. Нужно зайти в него, и это самое, хорошенько его обшмонать. Поискать что-то можно. Стырить, свистнуть, и издать прочие интересные неприличные звуки. Одинокий маленький диванчик в каком-то немножечко пустоватом доме. ЦТЛ тут светится позади этого самого стеклышка какого-то. Вот не дал мне ничего смотреть, а. А вот когда меня сюда телепортировали, я спокойно все смотрел в прошлый раз. Тем более, что здесь лежат вкусные подарочки сладкие. Хм, кстати, да, скоро ведь Новый год, всего-то через несколько месяцев. Так, вот это выкинем, уже не пригодится. Вот это, эм, вот это, наверное, тоже. Оставим компьютерный чип и зависть Эрлайда. Здесь оружие. Вы получили большую ложечку. Прекрасно. И тут у нас броника. Вы получили обычный амулет, собственно, из Андертела. Вот ложечка почему-то новая, а амулет тот же самый. Тут сказано, лучшие друзья навсегда. Чарочка ничего не скажет по этому поводу. Нет, чарочке пофигу. Значит, оставляем броню Тэммерс, такое дело. И большая ложечка. Чпокательная ложечка сделана из самого лучшего алоя в галактике. Ну, я рад за этот алоя, но всё равно, поскольку я не дерусь ни с кем, есть смысл продолжать использовать неуязвимость дольше. Потому что, как видите, если я кого-то атакую, то сразу же просу путь пацифиста. Ничего себе, блин. Это коробочка идеальных, так сказать, моделей из звёздных корабликов. Пахнет как старый клей. То есть мы тут можем ещё и клей понюхать? Замечательно. Ну, я надеюсь, там, без меня они особо не устанут, пока я тут сплю, отдыхаю, набираюсь хпшечки дополнительной. Набрался хпшечки? Набрался, хорошо. Шкафчик полный голубых и жёлтых полосатых футболочек. Кое-что не меняется. Да-да, всех детишек одевали в одну и ту же одежду для своих развлечений. Космические извращенцы. Это у нас тут нарисованный вручную рисунчик. Рисунчик семьи. Это фоточка в рамке. Я её сам взял. Вернее, сфотал. Кто это я? Почему это я? Если это Чара должен быть, я должен он говорить. То есть, получается, это Чара действительно пишут все эти описания, да? Моя кровать, да, действительно. То есть, Фриск у нас настолько пустая оболочка, что он даже никакие описания не может придумать. Все описания пишут Чара. Говорит только Чара. Это подозрительно, знаете? Что мой совершенно пустой, так сказать, сосуд, что называется. Из Дельтаруны. Комната на ремонте. И мы уже знаем, что будет, если зайти в комнату на ремонте. Не, правда ли, как говорится? Вы смотрите в отмеченный кусок дневника. Дневник у вас с гора, такая вот цифра. Вот в эти вот жёсткие времена, у меня нет никого, к кому можно обратиться, кроме как к себе. Возможно, страницы дневника проглотят мою боль. Я чувствую множество вещей. Злость в отношении человечества за то, что они сделали с нами, и теперь с моими детьми. Так сказать, стыд за то, как я отреагировал на эту трагедию. Грусть, потому что я отказался поверить, что жизнь может быть настолько жестокой. Даже после уничтожения нашего дома, мысль о том, чтобы иметь семью, давала мне надежду. Но невозможно отрицать, что произошло. Неважно, сколько раз я пересматриваю записи шаттла, так сказать, вывод тот же самый. Мои дети умерли к хренам. Остальные страницы, похоже, следуются отсюда, хронологически. Это любимое креслице для писания дневников Асгора. Это буквально, так сказать, королевская кровать, размером с короля, размером с его огромную жирнющую задничку. Это озрелечковый сделанный цветочек, там сказано для короля папочки. Вы смотрите в этот шкафчик, тут у нас коллекция всяких... детских одежд. Ну вы поняли, да? Да, у Асгора находится не одежда Санта-Клауса, не его какая-нибудь одежда, а детские одежонки, которые он с них стаскивал, чтобы заточить их в свою королевскую кровать. Всё сходится, видите, всё сходится. Вы смотрите внутрь. Какой ужас! Это его ящик с трусами. Уделение чистый. Большинство вещей розовые, связанные вручную и имеют надпись «Мистер Папочка», написанным сверху. Понятненько, он ещё заставлял детишек ему труселя шить и прибирал, наверное, вместе с ними их, правда? Всё с ним ясно. Несмотря на всё, это всё ещё вы. Несмотря на то, что вы проскипали большую часть путешествий, это всё ещё вы. Да-да-да, я это помню, это было забавно, конечно. Хе-хе. Ну ничего, с честным мы прошли всё по-честному, а по-честному сюда пришли, поэтому давайте уже до конца серии сейчас здесь побегаем, пускай серия будет чуть длиннее, зато я сразу же осмотрюсь всё это дело, и в следующей серии будем сразу же с Сансиком-Срансиком чпокаться. Это у нас тут книжная полка, вы взяли книжку. Эта книжка отмечена в Великой Брошюре из Великой Библиотеки. Да, пожалуй, Великую Библиотеку, так сказать, крепость знаний по большим всяким разным темам. Хм. В каждом коридоре есть книжки истории, культуры, науки, технологии и так далее. Для любителей приключений, так, работы от знаменитых писателей и всякого вымысленного дерьма тоже могут быть найдены. А, Дори, Терестри, Астракс, Терра, Ваш, Тани Рада и многие другие тут имеются у нас. Посетите Великую Библиотеку Криоза сегодня, и ваши первые 10 книг будут 1-2 КТ на нас. Короче, подешевле, видимо, или типа того ХЗ. В два раза дешевле, или ещё что. Так, его каминчик огненный, не слишком горячий, просто мягенький, тёпленький, давайте заберёмся в него. Вы забрали из него и позволили вас зажарить, короче, вам очень комфортно. Поджарились, хорошо. Один из его королевских кресел, подходящий для короля. А вот это подходит для маленького ангела, вроде вас. А вот это подходит для принца. Принца из тьмы. А вот это для королевы. О, цифровой королевы. То есть тут у нас сидит Асгор, тут у нас сидит этот самый Ральзи, тут у нас сидит королева. Интересный пейринг получается, правда? Не-не. Это у нас тут куча всяких брендовых шоколадных плиточек, даже ещё больше кучи улиток. Ты хочешь одну? Взять шоколадную плитку? Да зачем, у меня уже есть, решили ничего не брать, у меня она уже имеется, я так не сожрал до сих пор. Тут у нас жёлтая шерсть застряла в этой самой... В... 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 То есть теперь уже не его белая шерсть, а его жёлтая шерсть, видимо из другого какого-то органа. Так, тут у нас записка к чашечке перекреплена. Пожалуйста, наслаждайтесь этой чашкой чая, которую я оставил для вас, кем бы вы ни были. Вы получили чай Старлинг. Тут у нас всё чисто. Вы... Вылечит 99 хп, хороший чай, достойный короля. Неплохо, точнее, если быть точнее, он достоин геноцидника, а только геноциднику будет толк такого лечащего средства. Это чайный чайничек, запах цветочков, так сказать, захватывает кухню. Плиточка немножечко грязная, но в основном нормальная. Чуть-чуть её закамел, получается, сгорчик, да? Но удивление, тут у нас абсолютно ничего нету, а сгор вылезал полностью всю ведёрк, что называется. Вот, всё, мы осмотрели честно его хату, так что, как видите, ничего особо не упустили, просто тут есть парочка мощных хилок, которые нам могут пригодиться, но, скорее всего, не пригодятся, потому что, сами понимаете, броня Тэмми, в которой мы ходим до самого конца. Хотя, с другой стороны... Ладно, пока что не будем ничего обсуждать, то, что я увидел, собственно, когда здесь в прошлый раз всё скипнул. Давайте просто чуть-чуть полюбуемся вот на эту вот красотищу и остановим на сегодня серию. Уже в понедельничек я буду снимать дальше две серии Дертейла за день, поэтому буду всё равно впереди вас, потому что я сейчас снимаю серии с запасом, чтобы можно было спокойно потом своим переездом заняться. Так что, извините, если я что-то упустил. Самое главное, что я не упустил, собственно, этот самый путь истинного пацифиста. Я всё ещё на уровне 0, чарочка всё ещё со мной, и отфлиртовано 41 монстр. А вот было бы 42, было бы красивое такое число, значительное. Ну, может быть, 42 будет в конце игры, посмотрим. Давайте пока что отдохнём и скоро продолжим. Продолжение следует...